Всем привет, с вами Тин, и у нас наконец-то снова Максимыч. В прошлой серии мы победили Люпина, блин, этот проклятый сатанизм, блин, достал. Ну и короче, нас бабёху мы какую-то встретили, и она нас это накачала каким-то наркотиком, и у нас глюканы пошли. Макс Фред, идущий серии, сказал, что где-то плачет ребёнок, давайте попробуем найти ребёнка там. Опять этот шприц, кстати, мне кажется, что шприц, а хотя он, да, тут на месте был. В общем, фишка этого лабиринта в том, что надо очень внимательно слушать и идти на крик ребёнка. Давайте попробуем поискать. Так. Макс, пожалуйста, не надо. За что? Я не хотела прости. Меня мама. Угу. То есть сюда. Чем больше крики слышно, тем... Подождите-ка. Да, вот чем громче звук, тем... Значит, мы правильно идём. Что-то мне подсказывает. Да, 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 да. Блин, удивительно, что я так быстро... Раньше надо было думать, когда ты там спать улёгся рядом с Любина. Шутник. Да, шутник. Что это за шуточки такие, блин? Юмористы хренов. Мишель смотрела на меня с фотографии. Семья Пэйнов. Миг счастья, запечатлённый на фотокарточке. Я думал, что так будет всегда, пока смерть не разлучит нас. Я не хотел об этом думать. Пока я не думал, это не могло случиться. Но я нарушил это правило. Мысль о смерти всё-таки закралась в мою голову. И страх проник мне в сердце. Он уютно обосновался там и начал потихоньку охватывать всю территорию. Да, ребятки, очень жалко, конечно, семейка... Семью Макс, блин, вообще, суки прям натуральные, блин, взяли... Фотографии из старых добрых времён. Давай глянем. У нас с Алексом были свои звёздные минуты. Борцы с преступностью, лучшие в объединённом отряде полиции Нью-Йорка и отделы по борьбе с наркотиками. Я бы всё отдал, чтобы вернуть его. К сожалению, чудес не бывают. Алекс, rest and peace тебе, чувак. Если Макс говорит, что он хороший, значит, он вот по-любому чувак был очень классный. Давайте заглянем. Не, подожди. Кто-нибудь же да тут. Так, ну ладненько. А, мелодия играет. А-а-а, вот оно. Тут тоже, блин, короче. Обожаю мультики. А про капитана бейсбольную биту, мои любимые. Так, ребёнок кричит где-то. Ой. В общем, если будете проходить. Ой. Тихо, тихо, тихо. Ёперный карась. В общем. Да что ты будешь делать, Макс? Что ты падаешь? Блин, я так не договорил, короче. Давайте проходите, надевайте наушники. И внимательно, внимательно слушайте. Ой. Тихо, нет, блин. Ну, Макс, ну, ёперный карась, ну. Так, внимательно, внимательно, потихонечку порыгаем. Так, давайте схоронимся. Если что, я потом позже обрешу вот это вот всё убегательное, потому что, ну, блин. Я помню, когда мелким был, проходил её. Тоже очень долго я... Да ёп... Да что ты будешь делать? Очень долго, во-первых, тот лабиринт проходил. Тупил. Так, мне кажется, нам направо сейчас. Нет. Ребенок где-то впереди плачет. Ребенок где-то... да нам сюда только не говори что опять что я ошибся не мог да 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 господи ну пожалуйста только не это да 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 их можно резать хоть кубиками решетить пулями взрывать испарять дезинтегрировать они все равно через пять минут как на столе лежал ежедневник мишель на столе лежал ежедневник мишель работала на полставки в офисе окружного прокурора ежедневник был раскрыт на сегодняшней дате и исписан ее аккуратным почерком вчера ко мне на стол попала какая-то военная папка вальгала это вроде бы скандинавских мифов что-то там с викингами я хотела рассказать максу но он был занят хмурился думаю ничего важно просто на почте перепутали адреса теперь я бы всегда выслушивал ее глупые обещания слишком мало и слишком поздно но и сохранился макс пожалуйста не надо за что я не хотела прости меня макс я не хотела прости меня макс да не сила так там убийца ты убил ее все в жизни так не бывает бейсбольная бита холодный день вода честь 2 я очнулся от этого кошмара голова раскалывалась как в тисках макс пейн я тебе завидую честное слово а киллер рядом улыбался меня зовут фрэнки не агаро или бейсбольные биты это уж как хочешь не агаро это потому что ты любишь слезы бить он не агаро 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 он избил бы меня в любом случае ошибка была даже не в том что я доверил с этой красотки с пистолетом я как идиот начал охотиться за первым плохим парнем из своего списка а нужно было сразу метить выше в головой семьи пунчинелло я не мог заставить себя убить моно похоже у меня слабость к симпатичным девушкам но когда твоей головой решают поиграть в бейсбол тебя так и тянет рассердиться они перетащили меня обратно в подвал гостиницы люпина я был избит весь в синяках и кровопотеках я чувствовал себя немногим лучше стула который только что сломал все что ну давайте сейчас разберемся посмотрим кто из нас там все что у меня было это бита фрэнка липкая от моей собственной крови очередное доказательство того что я почему то не нравлюсь пунчинелло давайте подлечимся сразу сохраняшечка должна пройти это территория фрэнки он сам там разберется ну да как ты козел ты блять как ты меня убил то а это территория фрэнки он сам там разберется ну да что я да ёп твою мать я да что ж ты будешь делать козел это территория фрэнки он сам что это да ёп потерь у тебя в народа туаря это территория фрэнки что там что это ау что это бляяяяярь серьёзно ты ещё и не взял ни хера его а как Ай, господи. Да ёб твою мать, а. Эта территория Фрэнди, он сам? Там разберётся. Да, я не только... Дарь его ты чё! А, блядь, дарь ты его, ёб твою. Ты чё, не взял его, что ли? Ёб твою мать. Блядь, ты враг понимал. Да. Чёрт! А, блядь, да чё ж ты его не берёшь-то, ёб твою мать. Что ты... Да ёб твою мать, а. Да ёб твою мать, а. Да что ты... Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Uuaaу Козлы ёб твоё Косучий пиздюк ты че блять не хочу его брать ты этот сраный блять 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 ты блять Да, я ебал, блядь. Вот сука. Да я ебал, я его, блядь, я не выживу. Козлы, блин. Блядь, еб твою мать. Сука, а ты посмотри, блядь. Кусок ты козла, блядь. Мудак, блядь, я хуй знаю, блядь, заебал. Одна из ебанутых, наверное, миссий. Самая ебанутая начало, блядь. Хуй, раз 500, наверное, блядь, надо его повторить, чтобы пройти. Хуй, вот у чего врагов, блядь, и патронов нет, заебись. Суки. Вот тут где-то аптечка должна быть. Ой, блядь. Да, одна аптечка, отлично, просто. Хочешь что-то, блядь. Да, это пейнманы. Очередной заголовок, кричащий об убийстве. Рядом с канализационным коллектором, забитым трупами, Фрэнки оставили свою визитную карточку. С капитаном бейсбольной битой лучше не связываться. Даже велосипедистка, мой злейший враг, как увидит меня, сразу в бомбарок падает. Ага. Там были столько трупов, что любому потрошителю стало бы не по себя. Да, где там труп? О, эх, ни хера там, это слышь, че. Вот ты, милый наркоман, это проклятый, а. Плэш, потрошителю, сейчас мы, бляха, сделаем им такого потрошителя, чтобы, блин, они век не забудут собаки никчемные. Да, че-то, блин, херовенько с патронами. Ага, похуй. Че-то я. Козел, блин. Ой, ну, бля, 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 я захался. Совсем тоже одна из. Ну, а ну, бля. Ты себе в задницу кинь эту гранату. Козёлый. Козлы. Блин. Козёл. О, птичечка вообще ходит шикарно. Все нахер используем. Ничего тут. Никчёмные гады. А тут есть чё-нибудь? Так, кстати, ребятки, тут очень много пасхалочек таких. Вот, блин, я, например, когда Мелким играл, я этого, ну, как-то раньше, ну, не замечал или просто вот пробегал. Козёл. Один из козлов. Я, блин, постреляю, собака. Так. Движитесь здесь вечером. Машина 294. Приём. Эх ты, слышь, прикалюш. Вы прибыли на место? Нет, не прибыл. Машина 294. Приём. Десять три. Машина 294. Чё-то... О, вольти. Написано даже... Так же, видать. Вольтина. Вот, написали номер Камана везде. Написали этот, вольтирин, а? Положение быстро менялось, от плохого к худшему. Люди в форме пришли и ушли. Они разрисовали гостиницу мелом и обвязали жёлтой ленточкой, как подарок на день рождения. Охранники, которые стояли снаружи, были мертвы. А в гостинице остались только Фрэнки, его люди и я. Ну, щас давай посмотрим, какой там Фрэнки, какие там люди. Щас мы узнаем. Забудь об этом, понял? Забудь и всё. Забудь! Не забуду. Пристал. Полуумная кошка. Ты бы слышал, как она орала, когда ребята её схватили. Пыталась прикончить донок, прикинь. Да? Вот чёрт. И Трио. Это ещё похуже того, чем Фрэнки занимаетесь тем бедолагой внизу. Да, умирать ей придётся долго. Они говорили о Моне. Трио Пунчинелло не предвещало ничего хорошего. Так, ну-ка щас давайте навестим-ка. Хороший. Здравствуйте! Ты, блять, как меня убил-то слышь. Козёл. Это Пин! Это Пин! Пин! Выходи, ублюдок. Блин, я считаю, что... Интересно, эту игру вообще возможно пройти, не прыгая? Ебать, ты чё? Козёл. Блять, как он меня с одного удара удел, а? Собака такая. Извращенцы, блин. Бухло по-любому там. Очередное доказательство того, что я почему-то не нравлюсь Пунчинелло. Где? Примечательно, что все опознанные на данный момент жертвы перестрелки в клубе Рагнарек являются преступниками. У многих в крови были обнаружены большие дозы валькирина. Из компетентных источников стало известно, что среди убитых находится и Макс Пейн, хотя его тело пока не найдено. Значит, кто-то думал, что я в руках мафии и не хотел, чтобы полиция продолжала расследование. Им предъявят изуродованный труп и дело будет закрыто. Этим источником вполне мог оказаться Дон Пунчинелло, власти бы у него хватило. Но его сведения уже явно устарели. Сделать меня преступником было мало. Пунчинелло хотел моей смерти, причем достаточно сильно, чтобы снабдить Фрэнке специальной инструкцией по этому поводу. Макс Пейн устроил нам массу неприятностей. Я хочу, чтобы он умер как собака. Я знаю, что ты отнесешься к заданию с должным рвением. Собака, блин, вообще, что ли, обнаглел уже. Наглость, мать его, не знает у него границ. Это такое нельзя прощать, это вообще уже. Переходит за всякие рамки. Ах, ты че тут делал-то? Ах, ты старый извращенец. Опять тут, наверное, непристойностями занимался, а ты посмотри, гад. Так, подожди-ка. В баре отеля было тихо, но Фрэнке был там, как и обещал. Черт, как ты умудрился выпутаться? Ждать надоело. Решил, что мы вполне можем поговорить и здесь. Козел. Здесь прекрасно работает. Ну и че? Козлы. Здесь прекрасно работает. Вармаркет. Творец. Здесь прекрасно работает. Утф. Где? Красота. Так, не отдалывайте. Козлы. 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 Как ты умудрился? козел нам бы он того гаденыша козлы сука блять ты живой что ли еще ёб твою мать а ебать ты плотный урок да ёб твою блять посмотри сучонок а ебать в ух козел бальня старый извращай ёб твою почему ты посмотри пиздюк козел бальня пиздюк всегда раздражили вот эти вот постоянные смены спасибо спасибо было приятно с вами познакомиться ну что все я с девчонками больше не играю это не честно я заметил хвост как только отъехал от гостиницы это был большой черный мерседес эту машину я уже видел в прошлый раз при ее появлении начался большой фейерверк владимир вернулся пиф-па ты убит макс пейн я мог бы засмеяться если бы помнил как это делается во что играем в казаки разбойники если вам что-то от меня надо говорите прямо спокойно макс расслабься ты знаешь что все новости только и говорят о тебе вооружен и очень опасен я собираюсь сделать тебе исключительно заманчивое предложение обвинение было подстроено я не убийца это спорный вопрос так или иначе что бы ты ни делал у тебя были на то причины так вы слушаешь меня слушаю они все убийцы блин они все преступники я правильно блин что я их отправил на тот свет то что панчинелло занялся валькирином мне здорово мешает но это еще не все у меня был приятель борис дайм он выполнял кое-какие поручения он капитан грузового корабля харон недавно он переметнулся на сторону панчинелло корабль полон компьютеров оружие моего товара если панчинелло его получит он выиграл а я проиграл а ты вообще пролетишь мимо денег если хочешь добраться до панчинелло тебе нужны веские доводы и я могу тебе с ними помочь верни мне корабль можешь мимоходом пустить пару пуль дай ему в голову я не возражаю оружие там хватит чтобы устроить конец света ну как берешься такой сценарий грех не разыграть владимир был из мафиози старой закалки со своим кодексом чести это делало его чуть ли не хорошим парнем не святым конечно но кто из нас святой на берегу реки в бруклине выстроился лабиринт ржавых контейнеров такой ночью не можешь не думать о мертвецах спящих на дне в аккуратных бетонных ботинках в этом лабиринте в этом лабиринте не прятался минотавр но где-то впереди на гремящей палубе старого грузовика меня поджидал шкипер Харона неумолимая как старый паромщик у берегов Стикса неудобно что ж ты патроны что ли первая карась так ну вот и все так что у нас по телевизору опять белый шум ладно давайте сохранимся и давайте на этом с вами закончим не знаю поскольку Во время там вышло, но про Макса я не забываю, поэтому до Сирии, так сказать, не часто стали выходить, просто, ну, я немножко подустал с прошлых выходных, блин, ну, все вы понимаете, там чуть ли не 2 часа в каждой Сирии было, поэтому я постараюсь больше написать, да и тем более в пятницу, на последний рабочий день я ухожу в отпуск и буду больше времени писать, 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 ну, а там посмотрим, как уж Сирия новая будет, когда, как получится, поэтому всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, пишите, и все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok